Сегодня у нас несколько тем нашего прямого эфира. Это контекст, ассоциации, триггеры, качество еды, психологические функции еды и общая концепция благополучия. И все это так или иначе влияет на то, сколько мы едим еды. Да, я вижу вашу обратную связь. Но давайте мы будем уже идти по плану. Для тех, кто сейчас в прямом эфире, кто меня видит, кто меня слышит, напишите, пожалуйста, со временем начала самоизоляции, как изменились пропорции того времени, которое вы проводите дома по отношению к тому, как вы раньше жили. Есть ли те, кто стал проводить время дома гораздо больше, чем раньше? И если да, то примерно на сколько? Есть ли кто-то, кто может ответить мне прямо здесь, прямо сейчас? Ага, ага. Да, у кого-то не изменилось. Кто-то почти все время дома. Вот для тех, кто почти все время дома сейчас, сколько времени раньше не были дома? Ну, условно, сейчас я нахожусь дома 90% времени или 95%. Раньше находилось дома или находился, не знаю, там, 50% или 40% или 80%. Вот хотя бы в таких пропорциях. Или в часах. Раньше вне дома было 10 часов из 24, сейчас вне дома полчаса из 24. Вот в таком соотношении. Ага, 90% дома, да, раньше 30% дома, на 2-3 часа больше. Так, спасибо, спасибо. Вижу, вижу. Вижу. Еще кто-нибудь ответит? Раньше 50%, сейчас 95%. Ага, спасибо, спасибо. Вот. И следующий вопрос. Для тех, у кого эта пропорция изменилась. Часа на 2 больше все равно, да, на 50% больше, да. Для тех, у кого эта пропорция изменилась, вот в том времени, когда вы, так хочется сказать, до, в прошлом веке, в прошлой эре, раньше, да, до этих самых печальных событий. Сколько в процентах времени уходило на сон и на еду? Вот из того времени, которое вы проводили дома. И я жду несколько ответов. Как там? Есть ли кто-то, кто ответит? Поделится страшной тайной. Что? Ну-ка, я вот смотрю, Ольга, ты пишешь, что у тебя ничего не изменилось. 30% дома. Но вот из тех 30, да, считаем, дома ты была 30%, это сколько? 8 часов. 8 часов. Вот из них, сколько приходилось на сон, сколько на еду? Один из примеров. Ну, твой не очень похожий пример. Еда, наверное, не больше часа, да. Сон 7-8 часов, еда не больше часа. Угу, 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 спасибо, 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 вот. И следующий вопрос. Если удастся, конечно, вспомнить вот то предыдущее состояние до начала этой самоизоляции, ну, сон 8 часов вчера, всегда, да, угу, угу, да. Если удастся вспомнить, то прошлое состояние, ну, кто-то, я думаю, сможет. Какие ассоциации были с домом? Заканчивается рабочий день, то время, когда вы проводили вне дома, вы идете домой или вот-вот вы уже окажетесь дома, и с чем у вас связан дом, что такое дом, нахождение дома, время дома, что это? Какие ассоциации с этим есть? Эмоции, воспоминания, не знаю, запахи, вкусы, телесные ощущения. О чем думали, перемещаясь домой? Угу, дом, отдых, так. Отлично. Еда и отдых, ага. А теперь дом, работа и заботы, да. Ну, вот у кого-то уже ассоциации поменялись по отношению к текущему моменту, но, наверное, еще не у всех, да. Так, кто еще ответит? Дом, отдых. С чем был связан дом? Иду домой после рабочего дня или еду, и что там в голове мелькает? Сейчас приеду домой, что сделаю первым делом? Ну, после того, как разуюсь, помою руки. К чему мы подспудно готовились в течение дня? Ну, что, есть какие-то варианты еще? Нет? Если есть, пишите. Если нет, то мы будем разбирать. Дом, работа и забота. Так, привет всем, кто присоединился недавно. У нас прямой эфир, посвященный теме взаимоотношения с пищей в эти непростые времена. Ну что ж, тогда мы идем дальше. Вот обратите внимание, если раньше ассоциация с домом была, дом это отдых, дом это чаще всего какое-то расслабление, это может быть и еда в том числе. И многие люди предвкушали, что первым делом я сейчас наконец-то нормально поем, спокойно. Но вот у некоторых людей, да, да, это для тех, кто и вел такую жизнь до самоизоляции, потому что карантин-то они объявляли. Ну, может быть, вас посадили на карантин, но вообще его не объявляли для всех. Кто-то вел такую жизнь из дома, но для многих людей жизнь изменилась. Что какое-то время вы проводили вне дома, какое-то время вы проводили дома. И вот то время, которое оставалось на дом, оно было посвящено совсем другим делам в основном. Это отдых, ну, естественно, какой-то объем сна и какой-то объем еды. И вот это время, вот эти пропорции, они были связаны именно с домом. Мы знали, что дома мы будем лежать на диване условно, смотреть сериалы, есть что-нибудь из тарелочки, так спокойно, расслабленно посидим на кухне, может быть, немножко красного венца, ну или кто что там употребит, да. И было такое время вне дома, когда мы были заняты совершенно другими делами. Мы с кем-то общали, что-то делали, но, по крайней мере, еды в этом времени было меньше. Теперь для многих возникла какая-то ситуация. Мы находимся дома, и хотя дома кто-то работает, кто-то нет, есть люди, которые сейчас находятся дома в вынужденном отпуске. И вот эти все 23 часа, условно 23 часа, которые мы теперь находимся дома, из 24, они связаны с теми же самыми воспоминаниями, с теми же самыми делами, которые были и раньше. То есть, кто-то еще не перестроился, и нам кажется, что дом это вот сейчас мы находимся дома, и поэтому по ассоциации мы впадаем в это состояние. Вот это одна из первых причин, почему потребление пищи может меняться в этот период. Потому что у нас по привычке мы действуем так же, что раз мы дома, значит мы отдыхаем, значит мы едим, значит мы общаемся. А общаемся мы где обычно? Мы общаемся за столом, и мы опять идем за стол, чтобы поговорить. И если какие-то нам нужны развлечения, то в условиях, когда их меньше, мы опять идем на кухню, мы опять идем к холодильнику. То есть, первое, что здесь нужно, это важно пересмотреть отношение к тому, что происходит. Я уже про это говорил в одном из прямых эфиров, что жизнь изменилась, и часть тех функций, которые мы раньше выполняли вне дома, похоже, теперь перемещается в наше домашнее пространство. То есть, с этим нужно как-то привыкнуть жить, прямо встроить себе в голову, что да, теперь мы не только здесь живем, но и работаем. Вот тем, кто начал так жить раньше, сейчас проще, конечно, намного проще. И здесь должны быть прямо какие-то, ну не то, что должны быть, очень полезно, что будут ритуалы, здесь будут какие-то особые, не знаю, контексты, вплоть до того, что как-то вы делите свое пространство на рабочее пространство. Вот здесь я сижу, работаю, пишу. Если это невозможно выделить прямо физическое пространство, нужно как-то маркировать с помощью символов, с помощью, может быть, там, особых шторок, чего-то, что будет напоминать вам, что сейчас я вот в этом месте делаю что-то. Это вроде бы тот же самый дом, но здесь у меня те функции, которые я выполнял, выполнял раньше вне дома. Потому что если вы, ну, находитесь, скажем, у себя, условно в своем кабинете, в своем кабинете вы намереваетесь что-то делать, кто-то может работать удаленно. И у вас в вашем кабинете на столе стоит ваша любимая кружка кофейная, здесь лежит горстка конфет, вот, вы чувствуете так вот запах с кухни, а там что-то недавно жарилось, и думаете, так, вот эти свежие пирожки, например. Конечно, все это возвращает вас в старое состояние, вот в тот контекст, в те связи, которые мы сформировали годами, что, о, дома я отдыхаю, дома я работаю, вернее, не работаю, пойду-ка я поем сейчас. Поэтому очень важно, особенно если вы вынуждены находиться дома сейчас, как-то разделить, распланировать, создать себе расписание, особенно если есть потребности иногда обращаться к еде, даже с непищевыми мотивами, так, чтобы вы знали, что я здесь и работаю, я здесь что-то делаю, я тренируюсь, ну, как будто вы вот то, что делали раньше вне дома, вы приносите внутрь. И еще один важный момент, еще один важный момент. Вот я вам расскажу историю про… много-много лет назад я как-то был в гостях в одной семье. Это история про триггеры, про триггеры, которых, конечно, дома у нас гораздо больше. Триггеров, связанных с едой. Что такое триггер? Триггер – это какое-то событие, либо какой-то символ, какое-то изображение, любое внешнее воздействие, короткое, но вполне определенное, которое может выступать спусковым крючком для всей следующей цепочки. Так вот, один из триггеров – это еда, которая находится вообще на глазах. Теперь история. Давно-давно я был в гостях в одной семье. И я обратил внимание, меня пригласили на кухню, что в этой семье есть дети, и мальчик, ему было лет 9 или 10 или 11. Ну, обычно дети в этом возрасте какие? Они вот все вот такие, достаточно худые, подвижные, вечно скачут, вечно прыгают. И тут я отметил, что этот мальчик какой-то необычно полный, немножко такой одутловатый, какой-то рыхлый. Я еще думаю, что-то странно, то ли болеет, то ли нет. И меня пригласили на кухню через некоторое время. До этого мы беседовали в какой-то другой комнате. И, ну, пойдемте на кухню. Да. Мы пришли на кухню. И первое, куда попал мой взгляд, это столик. Такой кофейный столик. Ну, примерно вот таких вот размеров. Знаете, стеклянный столик. И есть вот эта верхняя крышка, полностью прозрачная. И на таком примерно расстоянии где-то вторая крышка. И вот на этот поддон, на вторую крышку, там насыпаны горсти конфет. Хороших конфет там. Я помню, белочка, горельяж был в шоколаде, еще какие-то трюфели шоколадные были. Вот. То есть, мы заходим, мы это видим. И первая автоматическая реакция, конечно же, что? Взять, потянуть. И пока мы там сидели на кухне, я видел, как этот парень неоднократно проходил. Он просто так мимоходом хватал сколько-то конфет и уходил. Конечно, я не спрашивал, что с ним. Это было не важно, но, может быть, он и болел, может быть, еще что-то. Но сама ситуация, когда вот эти триггеры, напоминания о еде есть повсюду, это в том числе еда, которая лежит на глазах все время, это запахи, естественно, когда мы находимся дома, и от этого сложнее сбежать. Это больше подталкивает нас к привычному маршруту. Что здесь можно сделать? Поэтому, да, здравствуйте. Поэтому важно убрать всю еду с глаз долой. Завести прямо определенный порядок, что мы поели, еду мы убираем обратно в шкаф, мы убираем еду обратно в холодильник. Мы, если ее невозможно как-то убрать, то хотя бы мы ее накрываем. Мы ее перемещаем со стола в более труднодоступное место. Проветрием, если есть вот эти запахи после приготовления пищи. Что касается холодильника. Вот он стоит на обычном месте. Может быть, передвинуть холодильник. Может быть, если есть такая проблема, кто-то писал, да, что делать, если я все время бегаю к холодильнику. Может быть, если вы действительно хотите эту привычку изменить, сделать какое-то небольшое затруднение себе. Например, что вы ставите табуретку прямо у холодильника. И для того, чтобы открыть дверь каждый раз, вам нужно вначале отодвинуть табуретку или этот стул, и только потом залезть в холодильник. То есть, вот эта вот, знаете, секундная пауза или двухсекундная пауза где-то поможет остановиться. То есть, по возможности, нам все вот эти обычные триггеры, которые облегчают нам доступ к еде, нужно убрать триггеры, да? Триггеры. Еще один момент. Еще один момент, важный момент. Бывает так, что характер питания изменился. Ну, кстати, вот для тех, кто сейчас меня слышит, видит и находится в прямом эфире, напишите, пожалуйста, изменилось ли ваше питание вот за это время, с конца марта, за эти несколько недель? Есть ли какая-то разница по количеству, по качеству? Что-то вы стали есть больше, что-то меньше, что-то чаще, что-то реже, предпочтения изменились. Есть ли какая-то разница? Даже если субъективно вы это отмечаете, не знаете, так это на самом деле или нет, кому как кажется. Есть в питании сдвиги у вас сейчас последние несколько недель? Кого, если есть? Признавайтесь. И есть. Ага, спасибо. Спасибо. Ну, и если уж совсем не секрет, какие сдвиги? Ага, больше точно. Ага. Что у тебя, Люба? Детей балую плюшками себя. Перерывы меньше. Ага, ага, ага. То есть, еды стало у кого-то больше, да? У кого-то стало, добавилась дополнительная еда. Детей балую плюшками себя. А раньше себя так не баловали плюшками? Ну, в такой же мере, как сейчас. Их меньше было раньше. Плюшек. А то как будто раньше вы вообще не баловали детей ничем. А, вообще не было, да? Угу. Да, то есть, вот он качественный сдвиг. То есть, еды стало больше, добавились какие-то продукты. Угу. Да. Спасибо за ответы. Да, спасибо. Больше орехов, овощей, рыбы хочется. Плюшками всех балую. Сама не ем. Да. Больше. Угу. Постоянно хочется кушать. Ага, ага, ага. Вот. Вот насчет этих самых плюшек. В один из прошлых эфиров мы разбирали правильное питание. Помните, я говорил про план марша Херин? Какие группы продуктов должны быть? Вполне возможно, что если у нас вот это вот постоянно, да, я хочу есть, я хочу есть. Возможно, что в данный момент питание не совсем качественное. Оно бывает более вкусным, да, но не совсем качественное с точки зрения сытости. И тогда, если вы недополучаете чего-то, ну, например, вы недополучаете какого-то там, не знаю, микроэлемента, вы недополучаете каких-то витаминов, вы можете действительно испытывать вот этот голод по чему-то определенному и все время ходить, ходить есть, но как следует не наедаться. Я очень кратко напомню, для тех, кому это будет необходимо, вы посмотрите, у меня на ютубе есть эта запись прошлого эфира про правильное питание, там мы говорим про план марш-херин, какие группы продуктов должны быть. Но я напомню, что сложный углевод, белок, овощ, жир и в большинстве основных приемов пищи еще что-то для вкуса должно быть, должно быть, тогда питание у нас более-менее и сытное, и дает нам удовлетворение для рецепторов. Потому что еще один вопрос, который задавали, я на него хочу ответить, про сладкое. Вот кто-то писал, что все время тянет на сладкое, пойду и ем. Я напомню, что у нас 4 типа вкусовых рецепторов. У нас есть рецепторы на кислое, горькое, соленое и сладкое. И каждый рецептор хочет получать свое вот это раздражение. Поэтому, если мы не даем себе, это частая идея и откровенно, она глупая, она нерациональная, что я не буду есть сладкое. Это я говорил раньше, это говорю сейчас. Это глупая идея. Мы не можем свой рецептор лишать вот этого впечатления. Потому что, если мы его лишаем, что получается? Мы накапливаем сенсорный голод, и рано или поздно этот голод прорывается, и тогда, конечно, следует сверхкомпенсация. За то время, которое вы обходились без сладкого, и на всякий случай наперед. Поэтому очень важно, чтобы у нас все вкусы были в еде. Это одна из частых причин, когда люди получают вот это смутное ощущение, что вроде бы поел, вроде бы наелся, но чего-то, чего-то не хватает. Может быть, не хватает вкуса. Поэтому еще один принцип. 4 вкуса. 4 вкуса, которые есть в течение дня, и еще лучше, когда они есть в течение каждого приема пищи, или хотя бы одного-двух в течение дня. Питание тогда более удовлетворяет. Потому что, если нам не хватает вкусов, и тем более питательных веществ, мы можем испытывать натуральный голод. Голод как по питательным веществам, так и по вкусам. И это тоже одна из причин того, что вроде хожу, все время ем, но вот чего-то не хватает, чего-то не хватает. Я много раз сталкивался с этим, когда мы разбираем рацион клиентов, у которых есть проблемы с питанием, что вроде бы человек ест много, но как-то бестолково. Но это тоже важно обратить внимание. Еще раз напомню, что эта запись есть, вы посмотрите, там про правильное питание, по крайней мере, про план Марш Херен, сытное питание мы говорим более подробно. Следующий момент. У еды, конечно же, есть психологические функции. Мы тогда тоже разбирали, когда говорили о правильном питании, я вскользь напомню. Еда выступает способом справиться с эмоциями, как транквилизатор. А то, что у нас сейчас тревоги, депрессии, много, очень много, вот так вот, или, скорее всего, будет еще больше, это факт. Еда дает удовольствие. Еда часто выполняет заменителем каких-то, я бы сказал, символическим способом выразить любовь, заботу, уважение, дружбу. Еда часто помогает опосредовать общение. То есть у еды есть куча непищевых функций. И кто-то может сейчас ходить за едой, используя одну из них, две, три, все четыре, просто в разной пропорции. Что здесь важно сделать? Если, вот здесь важно за собой последить. Когда я иду, например, к холодильнику для того, чтобы там что-то ухватить, чего я хочу на самом деле? Вот для тех, кто был на интуитивном питании, мы помним, да, мы обращаем внимание внутрь тела и спрашиваем себя, вот я хочу, чтобы эта еда там оказалась. Если да, то, скорее всего, это голод. Мы потом едим и чувствуем, как там еда находится. Если нет, то какой импульс меня туда потянул? Это привычка. Это у меня образ тут перед глазами, перед внутренним взором мелькает и все время за собой тянет туда, на кухню. Или, может быть, у меня есть вот какие-то ощущения здесь. Мы часто путаем ощущения здесь, ощущения ниже диафрагмы и думаем, что это голод. И на какое-то время еда помогает отлечься, но потом этот голод, он же едой-то не уталяется, он возникает вновь, вновь, вновь и вновь. То есть, побыть чуть более внимательными к себе и определить, чего на самом деле хочу. Если транквилизатор, да, надо разбираться. Ну, не то, что надо, полезно разбираться. Я какую эмоцию заглушаю? И если это так, как я могу с ней по-другому справиться? Но это не тема сегодняшнего эфира. Если мне не хватает удовольствия, причем вопрос с четырьмя вкусами закрыт, как я уже говорил, да, но вот не хватает еще чего-то, что я могу сделать в текущей ситуации, чтобы себе этих удовольствий, вот там, где я есть, дать достаточно, чтобы не надо было этой едой замещать. Если еда для меня это способ что-то выразить, нельзя ли это выразить как-то по-другому? Ну, хотя бы, как одна из моих коллег говорит, ртом, говорить ртом, слух. Да. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, вот сейчас эта ситуация, наверное, особенно сильно обострилась. почему еда у многих вышла, ну так, на первый план, ну и ее стало больше, всякой разной. Есть концепция благополучия. Я вам даже покажу, я специальный рисунок приготовил. Обратите внимание, что в целом, вот это вот состояние благополучия, в целом, оно состоит из трех больших компонентов. Это вот один компонент, это удовольствие, удовольствие, да. Другой компонент, это какие-то достижения, и я бы сказал, что это завершенность, когда вот что-то закончено. То есть сделали, и мы точно знаем, что все, мы это сделали. И третий компонент, это контакт. Это контакт с другими людьми. Но все-таки мы социальные существа. Так вот, обратите внимание, еда очень хорошо вписывается в эту концепцию. Можно вкусно поесть, вкусно поесть, наесться, почувствовать сытость, удовольствие во время приема пищи, во время приготовления. Да, спасибо. Спасибо, да. Знать, что всех накормили, вот она задача, базовая задача для жизни выполнена. И, конечно же, особенно если это еда вместе со своими знакомыми, со своими родными, близкими людьми, на кухне. Да, вот он контакт. За едой, за столом, мы все вместе. Это же очень важная символическая функция, что мы едим, мы выживаем вместе. И вот. И если вот этого, вот этого другими способами трудно достичь, да и вот этого, конечно, остается только еда. Да, и она очень хорошо вписывается в этих условиях, в эту ситуацию. Поэтому важно, чтобы вот этого было достаточно, удовольствия, всяких разных, ну, которые только можно достичь в данной ситуации. Поверьте, можно много. На прошлом эфире мы разговаривали, оказывается, можно делать и упражнения, люди дома, целые спа, курорты устраивают, все это доступно. Из завершенных дел, из завершенных дел, да, из завершенных дел, я думаю, вы тоже можете найти достаточно того, что можно сделать. Добрый, да, добрый. И, конечно же, контакт. Вот здесь, вот это сейчас у нас сфера у многих страдает, да, поэтому все-таки, все-таки нам полезно общаться друг с другом хоть как-то, да, хоть там по видеосвязи, хоть по электронной связи, так, чтобы мы не находили единственное утешение в продуктах. Вот. Я надеюсь, что эта часть понятна. Надеюсь, что эта часть понятна. Вот. И если эта часть понятна, то давайте теперь я отвечу на вопросы, которые у нас накопились. Да. У нас был вопрос, у нас был вопрос, я помню там, как вот обмануть свой мозг и все время не ходить к холодильнику. Да, привет, привет. Как обмануть мозг? Но мы знаем, что свой мозг обмануть сложно, почти невозможно, и не надо его обманывать. Здесь мы лучше будем использовать совершенно другой подход, не обманывать, а осознавать, что происходит. Быть перед собой прямыми, честными, откровенными, замечать, замечать, но не только глазами, а всеми органами чувств, что с нами происходит. То есть вот, оп, где я, что я делаю? Опять у холодильника. А зачем? Хочу ли я есть? Если хочу, да, разрешить себе прямо и разрешить себе поесть то, что вашему телу больше всего подходит. Ну, это, конечно, интуитивное питание на этот вопрос отвечает. Если нет, если нет, если, допустим, я сейчас иду за едой для того, чтобы от чего-то, не знаю, убежать, чтобы от чего-то скрыться, чтобы там свою тревогу как-то приглушить. Следующий вопрос. У меня есть другие способы справиться с тревогой прямо здесь и сейчас? Может быть, нет? Это тоже важно, да? Если нет, то пока я справляюсь таким образом, но тогда я этот вопрос начинаю решать так или иначе, чтобы не возвращаться к этому способу вновь и вновь, ну, потому что лишняя еда, сами понимаете, на здоровье не добавляет. Вот. Если, допустим, у вас это просто механическая привычка, насчет механической привычки, да, что вы привыкли столько-то времени, находясь дома, ходить к холодильнику, столько-то времени есть, начните ее отмечать, фиксировать, и здесь лучшего способа, чем введение пищевого дневника, вот особенно для тех, кто любит кусочничать, особенно для тех, кого, кто говорит, вот меня тянет на сладкое, начните отмечать, просто записывайте, что иду, и вы потом подсчитываете, сколько раз вы туда ходите, просто иду, да, вот как-то хочу сладкого, с чего это началось, хочу, это же не, это вот не просто хочу, как-то абстрактно, с чего началось, образ мелькнул, или до этого была какая-то мысль, что, ой, кажется, нужно вот это сделать, да, ну его, оп, и вы решили от этого уйти, или, или, может быть, у вас с утра уже, есть вот этот дефицит, ощущений на рецепторах, что вот чего-то там не хватает, и, наконец-то до вас доходит, да, что я хочу сладкого, поэтому туда иду, вы начинаете это фиксировать, начинаете это фиксировать, как только вы начинаете за собой наблюдать, вы получаете важную информацию, и тогда с этим можно что-то сделать конкретно, конкретно, потому что лишняя еда обычно это всегда что-то, ну, это либо привычка, вот просто натренированная, либо это какая-то непищевая потребность, которая едой забивается, но до конца никогда не решается, ну, вот так. Вот такие дела. И еще был вопрос, кто-то писал, я отвечу в прямом эфире на него, там был вопрос про вес, что вес уже давно такой-то, и уже несколько попыток было, чтобы его сбросить, и, по-моему, там неудачно. Есть ли смысл опять пытаться себя заставить как-то похудеть? Ну, по крайней мере, не в текущих условиях, это точно. И вообще стоит разбираться, если уже давным-давно такой рост, такой вес, вы к этому адаптировались, много раз пытались сбросить вес, и вообще все никак-никак-никак. может быть, нет смысла предпринимать очередную попытку. Там надо хорошо подумать, прежде чем взяться за это дело. Вот. Так. Ну, на те вопросы, которые пришли, я более-менее ответил. Теперь, пожалуйста, пишите, если есть вопросы, я постараюсь ответить, насколько смогу. прямо сейчас в этом эфире. Да, у нас кто-то присоединился уже ближе к окончанию, но ничего. Всем привет, кто присоединился недавно. Теперь вопросы. Если есть вопросы, пишите. Если есть вопросы, пишите, я отвечу. Ну, а пока вы думаете над вопросами, я еще раз, кратко, конспективно, напомню основное содержание, так что, контекст, да, контекст, жизни изменилась, и поэтому очень важно пересмотреть, что, если мы находимся больше дома, добрый вечер, если мы находимся больше дома сейчас, это не означает, что мы должны по-старому также распределять время и внимание. Важно прямо вот перестроиться, себе внедрить, внедрить в голову, взять, что мы буквально вошли в новый мир, в новую ситуацию, поэтому, несмотря на то, что я нахожусь дома, это теперь может быть и то место, где я работаю, это то место, где я релаксирую, это то место, где я, не знаю, занимаюсь спортом в том числе, и для еды должно быть какое-то время более-менее упорядоченное, так, как это было и раньше, до начала вот этих всех изолирующих мероприятий. Дальше, триггеры, то есть, если есть еда на поверхности, лучше ее убирать, иначе она всегда будет заставлять, заставлять вас тянуть руку. Качество еды, еда должна быть качественной по составу и четыре вкуса. И психологические функции еды. Часто еда выполняет не пищевые функции, а удовлетворяет какие-то психологические потребности, поэтому, если это так, то мы следим за собой, выясняем, какую потребность удовлетворяем и находим другие пути. Вот. Что делать, что делать, если наоборот нет аппетита? Ну, по крайней мере, от голода быстро не умирают, особенно в наше время, поэтому, ну, нет аппетита, неохота есть, ну, не ешь. Если ты спрашиваешь, Роман, если ты спрашиваешь, это не для себя, ну, тогда можешь передать мои слова, что какое-то время можно не есть. Особенно это относится к детям. У нас есть такая привычка, что мы, опять же, да, помните, вот эту вот социальную функцию еды, что мы через еду, во-первых, когда детей кормим, мы свою тревогу гасим, что вроде мы все сделали, что надо. Вот. И, во-вторых, мы проявляем по отношению к детям заботу, внимание, любовь, ну, точно так же, как и к взрослым. Не переживайте, ребенок, если захочет есть, он будет есть, за исключением тех случаев, когда есть расстройство пищевого поведения, ну, это особый случай. Не хочет ребенок есть, не надо его пичкать, поесть немножко попозже, ничего страшного. Эфир я постараюсь сохранить. Как не обращать внимание на раздражающую тебя соседку, сплетни и угрозы от нее, хм-хм-хм-хм-хм. Так, а при чем здесь еда? При чем здесь еда? Или она... Или после того, как она угрожает вам, вы больше едите? Ну, мне кажется, здесь надо разбираться с соседкой, да? И... Хотя этот вопрос выходит немножко за рамки нашего эфира, но я скажу так. Вот соседка раздражает не просто так. Скорее всего, она что-то такое вас цепляет, вот эту вашу слабину или трещинку, какую-то, ваше негативное самоопределение, поэтому вы так сильно на нее реагируете. Потому что, если бы у вас это было в порядке, и вас бы это никак... на вас бы никакие ее слова бы не влияли. Скорее всего, есть какая-то вот это вот... То, в чем вы сами сомневаетесь или вы сами где-то подспудно знаете, что вот здесь у меня действительно это не так, и вот она бьет по больному месту. Тогда это задевает. Как только вы это место излечите, ее влияние на вас становится намного меньше. Поэтому глобальное решение, такое ключевое, я бы сказал, это вот это место залечить. Более конкретно я не скажу, потому что у меня сейчас мало информации. Но принципиально вот так. Сплетни, ну, да, что если есть какие-то вот сомнения в себе, что-то, что вам кажется плохим, недостойным, и она, когда об этом говорит, то вас вот это цепляет. Вот как только вы это измените, скорее всего, ее слова не будут цеплять вас вообще никак. Ну, или почти никак. Там может быть крохотная-крохотная доля останется, но с этим можно будет жить совершенно спокойно. Как бороться с обжорством ребенка? Тоже хороший вопрос. Ну, а тут самое важное понимать, каковы критерии обжорства? То есть, не может ли быть так, что то, что вам кажется много для ребенка сейчас нормально? И второй важный момент. Какой пример вы ему показываете? То есть, если вы сами, условно говоря, едите сладости, вы едите какую-то некачественную пищу, ну, некачественную не в плане того, что она какая-то плохая, я имею в виду некачественную в плане насыщения, например, ну, к примеру, вы едите вот эти самые плюшки, вы пьете чай с утра до вечера с плюшками, с вареньем, да, это вкусно, но насыщение толком не происходит, поэтому постоянно, постоянно, там, через каждые полчаса вы бегаете опять попить чай, и это действительно пища несытная, то нужно разбираться, наверное, с этим моментом вначале, вот, то есть, какой вы пример подаете и что происходит с питанием, я бы начал с этого, вот так, и, конечно же, триггеры, я про них уже говорил, может быть, еда лежит на поверхности, поэтому ребенок все время там, тянет туда руку, ну, и вот эта концепция, она же детей тоже касается, если у детей вот этого, вот этого сейчас мало, и вот этого мало, ну, что им остается делать, да, только еда, потому что еда, это, в принципе, очень такой удобный способ вот эту концепцию благополучия выполнять простыми, такими, подручными способами, вот, правда ли, что чем больше пульс при тренировке, тем быстрее сгорает жир, знаете, что физические нагрузки не особенно сильно влияют на сжигание жира, мягко говоря, больше всего работает баланс, сколько я получаю энергии с едой, сколько я трачу, еда здесь влияет сильнее, я бы сильно сомневался в этом, чем больше пульс, тем быстрее жир сгорает, нет, влияет ли сон на снижение веса, да, влияет, но хотя бы физически, если я не сплю, то высвобождается время, и если я не знаю, чем это время заполнить, то один из вариантов, вот он, да, мы все знаем, наш белый друг, урчащий, который стоит там на кухне. Как уснуть? Как уснуть? В нашей с Михаилом Копытовым книге «Самогипноз. Активное самовнушение» и, по-моему, есть несколько упражнений на то, как быстро, легко засыпать. Если вы не найдете эту книгу, ну, пишите мне в личку, я, может быть, проведу эфир или какую-нибудь запись, сделаю какую-нибудь медитацию для лучшего сна. Это первый, самый простой вариант. Угу, угу. Ага, вот, да, вы нервничаете и не идите за нее и за соседки. Ну, я уже вам сказал, я уже вам сказал, да, 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 вот именно, да, слишком самокритично к себе, то есть, вот она цепляет, она бьет по вашему слабому месту. Угу. Резко набрал вес ребенок сладкого дома. Нет вообще, говорит, что не чувствует сытости. Вот здесь я предлагаю тогда поэксперименту, экспериментировать с разной едой и прямо поспрашивать, а где ты чувствуешь сытость, а как ты узнаешь, что ты наелся и сыт. И попробовать вот разные-разные наборы еды, в том числе по плану Марш Херин. Я о нем говорил, это видео у меня на канале, на ютубе есть. Какие группы продуктов должны быть с один прием пищи, там, помните план три плюс два, три основных приема пищи, два дополнительных, ну или три плюс три, плюс три дополнительных приема пищи небольших. То есть, основной прием пищи, сложный углевод, овощи, кисломолочные продукты, белок, жир, продукт для удовольствия. И вот, вот еще важный момент, как только какая-то еда становится запретной, что вот это нельзя, тебе не надо, но она есть, понимаете, вот кому-то это можно, а вот тебе это нельзя. Конечно же, значимость этой еды вырастает в разы. Либо тогда этой еды вообще не должно быть этого продукта, ни для кого, что это у нас никто не ест. Либо отношение к этому должно быть другим. Потому что, конечно, я помню, я сам помню в детстве, как если это варенье есть нельзя или нельзя так много, то даже из чувства протеста хочется его съесть больше. Вот так. Хорошо. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы ко мне прямо сейчас? Пожалуйста. Я так понял, что вопросов пока больше нет. Эфир я постараюсь сохранить и потом его выложить. Но если нет, он, по крайней мере, в сутки будет доступен. Ну что ж, напоминаю вам, что несмотря на все текущие сложности, мы можем, мы можем достаточно много сделать. Да, концепция благополучия заполняется не только едой, есть много чего доступного. и это требует не каких-то материальных ресурсов, а требует немножко соображения, да, и небольшое приложение воли или какое-то усилие. Да. Поэтому питайтесь сытно, вкусно, делайте другие дела и будьте здоровы. Да. И если, напоминаю, если у вас есть какие-то идеи, какие-то вопросы, пишите, я по возможности на эти вопросы буду отвечать и где-то так же, может быть, запланирую эфир, какую-то передачу на эту тему. Да. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. На этом я эфир завершаю. Субтитры сделал DimaTorzok